Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы продолжаем наш цикл разбора страстей, мы приступили уже к практическому этапу нашей передачи, когда мы разбираем страсти, знакомимся с их проявлениями и разбираем общие принципы борьбы со страстями. Кто к нам только присоединился, я приглашаю обратиться к началу нашего цикла, где мы разбираем огласительные беседы. Это обязательно нужно для того, чтобы правильно понять, зачем нужна борьба со страстями, как к ней относиться. И, соответственно, предлагаю все-таки, несмотря на то, что у нас 43-я передача сегодня, все-таки обратиться туда. Я понимаю, что материала много, но и тема очень непростая, сложная, и она требует не такого легкого отношения, что мы повстречались, там пару, полчасок поговорили и разошлись. Все-таки это не просто, сколько человеческая жизнь, она сама по себе непростая. Итак, сегодня мы уже встречаемся с вами третий раз, и обсуждая вот эту тему, именно тему страсти блуда, темная сторона Луны – это символическое название, оно символизирует то, что мы очень часто видим друг друга, как бы с приличной пока, слава Богу, стороны, да. Но, тем не менее, все равно в человеческой природе эта страсть есть, в поврежденном состоянии, да, в котором мы находимся, и мы должны с ней разбираться, должны знать ее проявления, должны врага знать в лицо для того, чтобы с ним бороться. На прошлых наших встречах мы обсудили несколько проявлений смертных грехов и страсти блуда. Я, кстати, благодарю всех наших зрителей, кто откликнулся, потому что для меня это было действительно важно, была поддержка, и вот ваша реакция, что нам это нужно, да, давайте разбираться. Ну, потому что все-таки, ну, лично для меня обсуждать публично такие вещи, как бы, неприятно. Не могу вам сказать, что это доставляет мне какое-то удовольствие, но раз надо, значит надо, да. Конечно, хотелось бы про бабочек рассказывать, там, про ангелов, про любовь, там, про добро, про милосердие, все угодно, но у нас с вами, можно сказать, что, знаете, есть, вот как в больнице есть какие-то отделения, где идет только профилактика, да, а есть гнойная какая-нибудь хирургия, вот у нас с вами вот такая, да, такая передача специфическая, поэтому давайте приступим к работе. Итак, мы с вами на предыдущих передачах говорили, что страсти и проявления грехов, они не одинаковые, да, что у каждой страсти есть самое тяжелое проявление этой страсти, это смертные грехи, есть тяжкие несмертные, да, и условно простительные, те, которые очень так легко проявляются, и с которыми легче всего бороться. Так вот, сегодня мы начинаем с вами разбор тех проявлений из блудной страсти, которые являются несмертными или тяжкими, да, но несмертные не означает, что это просто пошел, сделал, как бы не страшно, да, не надо так думать, мы это разбирали, но для тех, кто присоединился, несмертные, это не значит, что можно делать. Итак, давайте разбираться. Тяжкие грехи и страсти блуда. Одно из очень распространенных проявлений – это нецеломудренное поведение до заключения брака. Как оно появляется? Понятно, что в нашей природе заложено влечение полов друг к другу, ну, в нормальном состоянии, да, это и будет, это и норма, собственно, да, когда юноша, вот, видя какую-то приятную ему девушку, хочет с ней общаться, и это, ну, действительно нормально, не будем говорить, что это ненормально, да, что они там должны бегать друг к другу, не получится у нас и образование совместное, и проживание вольное, да, и родители за детьми не следят, поэтому это мы, ну, мы не можем сейчас предъявлять каких-то требований таких настолько, ну, нереальных, да, у нас нетрадиционная уже культура, которая, в которой общество следило за поведением молодежи, и было очень важно сохранять, как бы, свой, ну, свой такой статус, да, непорочного человека. У нас все-все поменялось, но, тем не менее, понятия о грехе и не грехе не поменялись. Так вот, что распространено бывает, когда мужчины и женщины одиноки, допустим, хотели бы создать семью, да, юноша и девушка перед созданием семьи, понятно, что у них идет такой романтический период, да, конфетно-буфетный, там, букетный, там, как угодно называем, да, в шутку, но, тем не менее, это есть, это правда, да. И вот получается, что у нас мир предлагает большое разнообразие вот этих форм общения, когда хочется повнимать свой объект, да, так скажем, романтической любви, обнимание, целование, там, какие-то страстные, вот, страстное такое общение. Мы не говорим, что они там в блуд сразу впали, в блуд это сразу все смертные грехи, да, но еще пока вот до, вот этого перехода нет, да, впадения в блуд. Но, тем не менее, надо понимать, что, да, романтика, она есть, мы ее не можем и не должны даже с ней, наверное, бороться, потому что это, ну, естественно, для падшей природы человека именно вот так проявлять какое-то внимание, да, и знакомиться. Другое дело, что мы должны понимать, что, да, знакомство христиан перед браком, да, их общение, оно должно тоже быть правильным. Вот если мы не будем молодежи или людям, готовящимся к браку, говорить о том, что, ребята, вот, ну, понятно, что, вот, ну, я с мужской точки зрения, вот тебе приятна эта девушка или женщина, да, с которой ты хочешь брак создать, ты ее любишь, у тебя чувства, у тебя там переполняют, там, эти чувства отключают мозг очень часто, она самая прекрасная, самая замечательная, ее хочется приобнять, ее хочется там потискать, там, и так далее, это все понятно, это все понятно, но кто гарантирует, что ты вот потискал, а потом ты в блуд не впадешь, вот кто может гарантировать из нас людей, простых людей, что вот у тебя это не перещелкнет. Вот если вы скажете, скажете, у меня не перещелкнет, вот я вам не поверю, вот не поверю ни разу вообще, потому что, это значит, если вы так скажете, значит, получается, что вы себя не знаете. Вот давайте вспомним царя Давида, вот уж куда был благочестивый человек, традиционная среда, царь, да, воспитанный в благочестии, человек, уже обладающий духом святым в своем сердце, пишущим псалмы, там, молящимся, божий человек, и что происходит, да, увидел купающуюся женщину, да, Версавию, да, и что получилось, у него страсть поднялась, потому что он расслабился, да, от одного взгляда купающаяся женщина, да, на обнаженного тела, и все, и потом два греха, пожалуйста, смертных сделала, которых потом, вот 50-й псалом родился, да, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Ну, кто не знает, что получилось, что, чтобы обладать этой женщиной, которая уже святого, по сути, да, царя Давида, появилась эта похоть к этой женщине, он сделал так, что ее муж, он ее мужа поставил в первый ряд на войне, это однозначно смертники, да, и он погиб, получается, хотя он там не должен находиться, будучи его начальником, вот, и после того, как она стала вдовой, да, он, соответственно, взял ее в жены, незаконно уже получается, да, но из-за того, что вот такие вот действия произвел, и он потом каялся в этом своем блуде и в этом убийстве, понимаете, только из-за того, что посмотрел святой человек, а если мы с вами не святые люди, начнем вот так вот вольно думать, что вот я просто пообнимался с любимой девушкой, и все как бы, то вот не все, я думаю, что вы понимаете меня, особенно люди взрослые, понимаете, что она там всем не заканчивается, что костер, который разожгли, да, он так просто не тушится, или это приводит к тому, что потом похоть у человека не сразу, пускай, да, ты вот пообнимался, не сразу это все произошло, но это все накапливается, и потом это может произойти так, что облудная страсть именно действует так, что мы говорили с вами, да, что это на прошлых встречах, что страсть многослойная, она очень быстро отключает мозг, очень быстро отключает мозг, что человек перестает соображать, вот он сегодня был нормальный, завтра он все, он уже сумасшедший, он блутого выбил из колеи, раз так, то надо, соответственно, знать это, понимать, что ты не такой, да, что ты не крепкий, там, стальной, железный человек, который там не поддастся, что ты обычный человек из плоти и крови, у которого страсть может таиться, 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 а потом как выползти, когда тебе по голове кирпичом, и ты все, потом приходит такой на исповедь человек, и говорит, вот я впал в блуд, ты думаешь, господи, помилуй, ну как так? Так это не резко происходит, друзья мои, это все происходит, потому что это все накапливается, да, или мы относимся к себе неправильно, как таким, знаете, железным правосекам, которым ничего не страшно, кроме ржавчины. Так вот, смотрите, нецеломудренное поведение до заключения брака. Чем еще опасно? Допустим, ладно, молодежь в блуд там не впала, но когда начинается подготовка к браку, и начинаются вот эти вот все вещи, ну или, допустим, вообще даже не собираются жениться, вообще тем более нельзя вот эти вещи допускать, чтобы не впасть в блуд опять, да, получается, иначе, если ты впал в блуд, то по законам мужской чести ты вообще должен жениться на этой девушке, да ведь, и потом, как вы там будете жить? А если нет, то ты просто предатель, ты бросил свою женщину, получается, тоже как так, это может быть непонятно. Так вот, получается, смотрите, если так, ну такими вот мужскими понятиями говорить, да, понятно, что с точки зрения духовной тут все немножко сложнее, там, пообсудим потом, но вот, давайте, об этом поговорим. Вот мы хотим создать, ну все же мечтают о счастливой семье, правда, мы хотим ее создать, хотим, чтобы все у нас было хорошо, что мы любили друг друга, что мы до старости были вместе, чтобы там родились детишки, там, или и внуки, там, и так далее, вот все так хотим, чтобы было хорошо. А почему у нас такой огромный процент развода? Это же действительно очень большой процент разводов сейчас, когда молодежь, да и не молодежь тоже, кто женится, там, бывает и по два брака, по три уже, а человеку там 30 с небольшим. Почему так происходит? Это происходит от того, что мы женимся на своей похоти, а не на конкретной женщине. И вот когда, допустим, мы готовимся к браку, и у нас идет вот такой романтический период, ну, который нормально надо оценивать, еще раз скажу, не надо думать, что это вот, если у тебя там симпатия к девушке, и ты хочешь с ней жениться, что сама по себе симпатия, это как что-то такое отвратительное. Нет, конечно, ты же не на бревне женишься, правильно? Это же живой человек, у него там, он должен тебе быть, какие-то чувства, даже с ней должны же быть, это же не просто так. Так вот, что получается, что когда молодежь перед браком не обнимается, не целуется, то есть не разжигает эту похоть, которая, естественно, образом рождается от этого всего процесса, то очень происходит интересно. Вот у нас в храме существует такая традиция, родилась, и я очень рад, что она-то есть, что появляются юноша и девушка, которые симпатичны друг другу, и они говорят, вот мы хотим создать семью. Замечательно, все хорошо, давайте приступим к этому, и мы даем, допустим, полгода, мы договариваемся с молодежью, или там, ну, вернее, с теми людьми, которые собираются вступить в брак, что полгода мы дружим просто, это просто дружба, знакомство, и у этой дружбы есть несколько условий, вот одно из них, это обязательно целомудренное поведение, да, то есть мы реально вот понимаем, для чего это нужно, чтобы блудная страсть не отключила мой мозг, я не в этой самой конкретной, живой, настоящей девушке или женщине видел не какой-то романтический образ, который я там люблю, а реального человека, да, чтобы я женился на реально конкретной женщине, у которой есть свои слабости, свои немощи, да, свои какие-то особенности, которые нужно будет обходить, да, или решать, как я реагирую на эти самые немощи, слабости и так далее, вот тоже я должен, да, узнать, и вот получается, что вот эти полгода, в которых у нас нет физических вот таких вот каких-то контактов, да, ну, пожалуйста, дружите, общайтесь, есть какое еще условие, обязательно на людях, потому что сами понимаете, когда у людей романтика, и вот это все, там, гормоны очень легко переключают, мозг там, и ум отключают, что очень легко впасть в блуд, да, или подпитавшись вот блудной страстью, смотреть через нее на объект своего внимания, да, тогда получается, что если этого не допускать, то очень интересно происходит, что несколько месяцев идет такой как бы романтический всплеск, понятный, да, а потом начинается такой, не то чтобы спад, а изменение вот этих вот чувств на настоящее, или ты уже видишь эту же девушку, женщину, ее настоящую, да, кто она, и неоднократно бывало так, что к полугодовому этому общению, к этому сроку, к концу этого срока, ладно, если бы просто друзьями они остались, понимаете, как интересно бывает, а если им дать возможность пожениться в 2-3 месяца ближайшие, как они познакомились, или начали там романтически общаться, в итоге, да, через год они уже будут разводиться, или через два, потому что они друг на друга смотрят, как чужие люди, их ничего не связывает, вот, а если, допустим, вот этот вот полугодовой аккаунт, он даже больше нужно, срок для дружбы, для настоящей дружбы, по-настоящему, вот так вот, по-хорошему, без вот этого вот эффекта, то получается, крепкие семьи, вот и статистика, вот наши, которых, которых я венчал, например, ну, слава богу, слава богу, пока у нас ни одного развода нет, ну, вот кого я венчал, да, получается, вот с такой подготовкой, я думаю, что это хорошая практика, вообще, в браке у нас получается, вот, в приходской, я же не один священник, у нас получается, у нас сейчас получился только вот один развод, к сожалению, и то это были люди уже взрослые, и лично я, я был, ну, против вот их, в общем, начало даже каких-то отношений, потому что люди уже неоднократно были в браке, были в возрасте, и, ну, кто такой такой, я посоветовал, люди сделали как хотели, но в итоге там год не прожили, и, к сожалению, развелись, вот, а так, общий, общий процент, да, очень большой, и поэтому на практике я знаю, что это нужно, я понимаю, что молодежи, это не просто, да, это воспринятие, но это нужно сделать. Дальше, как человек начинает, или может, да, подпитывать в себе блудную страсть, или как мы подпитываем блудную страсть, да, это блудные книги, да, а их очень много романтических всяких, и это тоже большая беда, когда, особенно девушки начинают там, пусть не совсем откровенно там, порнографию читать или смотреть, но, допустим, романтические даже книги читать, про какую-то возвышенную любовь, которую автор придумал, да, и потом начинают от живого конкретного своего избранника требовать вот именно такого поведения, которое нам прочитало в книге, а если это откровенные блудные, допустим, книги, прям совершенно откровенные, то понятно, что человек, может быть, физически не вступил в какую-то связь, да, незаконную, смертного греха, прямого нет, физического, да, но это же что рождает, помните, мы говорили с вами, что эта страсть многослойная, работает не только сама физиология, она здесь, может быть, даже играет самую последнюю роль, работает ум, работает чувство, да, вот на этом уровне работают, и вот когда, допустим, человек начитался книг, тут немножко разное, так скажем, действие происходит, давайте разберем, когда человек книги читает, это же не картинка, у нас включается вот такая фантазия, да, человек начинает фантазировать, и вот эти образы, казалось бы, это не просто вот какие-то образы, вот, допустим, мы начинаем в уме считать, один, два, три, четыре, два плюс два, там, четыре, никаких особых образов нет, правда, это как бы цифры, они не дают нам каких-то чувств, ощущений, да, а когда человек начинает, допустим, романтически эти вещи фантазировать, то понятно, что у него тут же рождаются чувства, да, потому что страсть включается, и вот человек, может быть, физически не грешил, но он начитался, нафантазировался, и эти чувства, они работают по-настоящему, по-реальному, да, как будто бы вот он реально грешит, не физиологические чувства, а сердечные чувства, и страсть начинает, соответственно, расти, а раз она начинает расти, то раз от разу, раз от разу, причем это все связано, это же приятности, да, ведь человек же не воображает, там, ад, правильно, или мучения, там, какие-то там, страшные, он же фантазирует то, что ему приятно, да, и это все набирает силу, и потом, как только какие-нибудь вот такие истории, он легко впадает в блуд, потому что, в реальный, потому что там уже внутри все готово, да, поэтому вот это нужно обратить внимание. Фильмы и фотографии довольно распространены сейчас, да, ведь, и есть фильмы там со сценами, а сейчас, я думаю, что особенно современное киноискусство, если там нет там голых тел, или там болганных каких-то сцен, наверное, и не считается нормальным фильмом, хотя фильм-то какой-то может быть, даже не про это, да, я уж не говорю про откровенные, там, эти фильмы, для взрослых, или фотографии, которых там очень много в интернете, и кто работал в интернете, прекрасно понимает, да, что как легко попасться на это все, это все элементарно вообще, и взрослые попадаются, а дети тем более, да, у которых вот этот плодный интерес есть, и все это доступно, и это, к сожалению, очень легко насыщает блудную страсть, не более, если здесь включается фантазия, то здесь уже это прямое зрение, да, когда человек видит, и, соответственно, тоже подпитывает похоть, потому что это тоже очень такой распространенный способ получения вот этих блудных удовольствий, хотя в физике еще никакой нет, да, есть только вот похоть сердца, это тоже очень важно, себя беречь, да, вот тоже проявление такое, вот следующий момент, это, конечно, не, так скажем, не расписано, я не расписывал, конкретные проявления грехов, мы сейчас их обсудим, да, но как они проявляются, чтобы вы понимали, что это не так просто, что блудная страсть, это не надо думать, что вот я там не изменяю жене, значит, во мне блудной страсти нет, давайте поразбираемся, вот смотрите, бывает похоть ума, да, блудная похоть ума, я имею в виду, в чем она проявляется, мы как-то с вами много раз наговорили, что любая страсть, она проявляется не сразу, да, она проявляется через ум, то есть лукавому нужно сбить ум с правильных понятий, и человек потом сам уже себя доведет, так вот смотрите, есть неправильная, правильная работа ума, да, похоть ума, в чем, в неправильных понятиях, привожу пример, допустим, человек в интернете, одинокий, допустим, человек в интернете, копался, копался, и вдруг у него, там, знаете, да, там где-нибудь в дзене каком-нибудь, то есть, где предлагается разная тематика, или еще где-то в поиске веке каком-то, или просто приходит ему какой-то материал, что для здоровья нужно обязательно иметь вот регулярные связи, а он одинокий, и он думает, как так, я же не хочу быть больным, значит, мне нужно, нужно для здоровья, да, нужно найти там подружку, там, или подружек, там, или еще как-то, удовлетворять свою похоть, и вот человек начинает ради здоровья, да, начинает искать там этих всех блудных приключений, ну, естественно, на ходе, потому что это все очень доступно, отчего так получилось? Не потому что он там на стенку лезет, потому что у него там блудная похоть, а потому что он неправильное понятие взял, да, и поэтому мы должны тоже с вами это оценивать, или, допустим, неправильное понятие в том, что, а ничего в этом плохого нет, да, или есть еще более кривые там понятия о том, что, допускай, молодые поживут там до брака, посмотрят там, насколько они друг другу подходят, так разводятся ведь в большинстве случаев не потому, что они друг другу физиологически не подходят, хотя как можно физиологически не подойти, это очень большая редкость, когда там какие-то, ну, физиологические искажения у людей, да, в основном же происходит, что терпеть друг друга не могут, да, из-за этого же развода и скандалы, а не из-за того, что там какие-то проблемы с физиологией, поэтому вот такие вот неправильные понятия, или, допустим, они приводят очень часто к неправильным действиям, да, или, допустим, когда вот вся эта блудная сфера называется любовь, да, тоже вот забавно, мы говорим, Бог есть любовь, да, лукавый поддел так, что поменял нам понятие, что мы сейчас всю вот эту вот блудную сферу называем любовь, и, естественно, что человек говорит, это любовь, это вот любовь, пожалуйста, я ничем плохим не занимаюсь, это любовь. Как-то много лет назад была такая забавная история, я не помню, я вам рассказывал, не рассказывал, я набрался дерзости, и на день, ну, так называемый Святого Валентина, пришел в одну из школ, и сделал валентинки, а вот такие валентинки, сердечки, на которых было бы, было написано слова апостола Павла, что такое любовь, да, помните, что любовь милосердствует, не ищет своего, там, и так далее, вот, и пришел к девятиклассникам, и говорю, ребят, что такое любовь, и вижу, что вот так неловко этим детям, что они под любовью понимают, уже понятно, что вот эту токосферу, там других вообще вариантов нет, вот, и понятно, что вот наша встреча была весьма непростой, но я так больше не делаю. Так вот, получается, смотрите, вот эти вот понятия, мирские, которые сейчас приходят, мы должны обязательно оценивать с точки зрения аскетики, с точки зрения борьбы со страстями, что это не просто любовь, и не просто там повеселился, так скажем, человек. Похоть глаз, что такое? Это похотное разглядывание, да, вот оно уже, мы видим, что оно вот здесь уже включается, вот похоть глаз. Нам Господь запретил это делать, да, в Евангелии говорится Господом, что кто с вожделением, это не значит, что вот просто на женщину смотрю и все, тут имеется в виду вожделение, да, что такое вожделение? Вот можно смотреть, вот проезжающая машина, но ты на нее должен смотреть, потому что ты переходишь улицу, да, ты не можешь вот ходить только вот так, вот глядя в пол, вот машина проехала и проехала, а можно проехать и смотреть, о, какие там у нее, ну, что там смотрят товарищи автомобилисты, какая машина там крутая, да, какие там у нее там, да Господи, не знаю я, что там машин смотреть, но в общем колеса там, не знаю, там крылья там, не знаю, что там, в общем, короче, крутая машина, дорогостоящая, и я ее хочу, это вызывает во мне чувства, неравнодушие, да, она уезжает в точку, я за ней смотрю, там и так далее, вот, вот уже похоть получилось, да, то есть хочу, похоть, хочу, и вот если мы, допустим, давайте с мужской точки зрения, а женщины переделывают на себя, естественно, вот если мы, допустим, одно дело там, прошла женщина там, прошла и прошла, или ты начинаешь разглядывать ее части тела, они там тебе интересны, там, ты там провожаешь ее взглядом, что-то додумываешь, вот это уже похоть получается, дорогие товарищи, это уже получается очень серьезная подпитка плодной страсти, и там Господь, так как и говорит, да, что кто вожделение, с вожделением смотрит на женщину, тот уже в сердце прелюбодействовал с ней, да, потому что вот эти вещи связанные, вот похоть ума, похоть глаз и похоть сердца, ну естественно, это же все у нас связано, вот это получается источники, да, а вот здесь это все дело сидит, когда ты посмотрел, блудные чувства появились, и они же еще раз напомню, ну и вы сами, наверное, знаете, приятные, и мы их пытаемся, знаете, вот как бывает, какое-то вкусное блюдо, человек берет, и вот прямо не просто съел, да, вот прямо вот старается прочувствовать всю глубину вкуса, так же и в сердце, вот эти вот блудные чувства, они же сидят, и человек в них не просто там пришло-ушло, а именно обращает на это внимание, потому что они приятные, да, и чувствует их, и потом уже физиология включается, так вот получается, что вот наслаждение похотными чувствами, оно тоже, дорогие мои, является таким очень большим средством подпитки этой страсти. Наверное, на сегодня все, поскольку время у нас заканчивается, продолжим дальше, в следующей нашей передаче. Если что-то непонятно, дорогие мои, я также прошу ваша реакция, прошу писем, прошу отзывов, потому что тема сложная, и мне хочется все-таки, чтобы мы не просто с вами встречались там на телеканале «Союз», тратили время, а именно чтобы получили пользу, да, чтобы мы с вами научились отличать эту страсть, даже пускай у нас, допустим, слава Богу, смертных прегрешений нет, чтобы не получилось так, что страсть растет-растет, а потом уже, допустим, доводит нас до греха. Спасибо вам большое, спасибо за терпение, дорогие братья и сестры, до новых встреч на телеканале «Союз». Спаси нас, Христос! Союз.